Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин и в сегодняшней программе мы будем говорить об итогах работы фонда капитального ремонта Кировской области в выходящем 2017 году и соответственно я в нашей студии приветствую временно исполняющего обязанности генерального директора фонда Михаила Кузьмина Михаил Алексеевич, добрый день Я не ошибаюсь, вы работаете в фонде капитального ремонта с самого начала его с самого его появления Именно так Как известно, до августа этого года фонд возглавлял Павел Сысоев ушел по собственному желанию Хочешь сразу же спросить когда и кем будет приниматься решение о том, чтобы у фонда появился полноценный генеральный директор то есть без приставки в Рио я имею ввиду Это решение будет приниматься в самое ближайшее время Это некий конкурс или что? Да, это будет конкурс по отбору генерального директора синициировано будет учредителем фонда это министерством энергетики и ЖКХ Кировской области в самое ближайшее время, я думаю, в январе данная процедура будет объявлена Вы будете в числе желающих занять этот пост? Или пока еще не решили? Нет, не исключаю такую возможность я думаю, буду в числе претендентов Самое ближайшее время Хорошо, коли уж говорим об итогах работы в выходящем году, давайте пройдемся по основным параметрам Какая сумма, как говорится, освоена на капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году какие виды работ дальше перейдем уже к каким-то вопросам возможно сложностям давайте основные параметры обозначим уходящего 2017 года Да, если брать 2017 год, я хочу в целом рассказать, что программа уже три года у нас реализуется 15-й, 16-й, 17-й год это в активной фазе и проведены работы за этот период это более чем 1197 домов то есть каждый день у нас прибавляются эти цифры сейчас конец года идет массовая сдача сдача приемка, соответственно да, сдача приемка то есть это примерно в каждом девятом доме из включенных в программу капитального ремонта таких домов это на сегодняшний день 10 027 многоквартирных домов по всему региону? по всей Кировской области так вот в каждом девятом получается был тот или иной вид ремонта был сделан то есть всего если по видам ремонта сделано 1990 и если переводить на количество жителей проживающих в этих многоквартирных домах то эта цифра 177 тысяч человек напомню, что население региона порядка миллионов трехсот тысяч у нас да больше сотни тысяч они уже узнали на себе почувствовать ну почти 200 тысяч, да, они столкнулись в той или иной степени с проведением капитального ремонта если рассматривать текущий год то есть у нас план сегодня это 663 многоквартирных домов на год на сегодня сделаны работы 576 многоквартирных домах 576 из 663 ну 576 тут здесь у нас вошли часть домов по тем договорам которые были заключены в конце еще 2016 года здесь еще часть этой цифры а если брать только план 2017 года то на сегодня 427 многоквартирных домов но эта цифра еще до конца года ну я думаю еще много прибавка будет еще, то есть да, прибавка будет то есть будет некий переход уже на следующий год ну в том числе будет и переход на следующий год 100% плана не удастся достигнуть ну здесь есть такие моменты как на сегодня ну 100% план его просто невозможно реализовать в силу того что у нас в ходе реализации возникают ситуации когда собственники они отказываются по тем или иным причинам от работ или возникает приостановка работы она сегодня допускается договорами то есть там либо из-за отрицательных температур либо по другим обстоятельствам там в связи с изменением объемов работы то есть возникает процедура приостановки естественно срок приостанавливается и продлевается приостановка то есть подрядчик уходит с объекта до нет, подрядчик он допустим вносит изменения в техническую документацию а переключается на что-то другое нет, он не переключается просто приостанавливается вид работы допустим на месяц подрядчик вносит вместе с фондом изменения допустим в документацию и потом ну когда эти согласования выполнены дальше договор продолжает исполняться то есть работа она только приостанавливается то есть она или бывает другая ситуация когда допустим собственники они по тем или иным причинам уже когда подрядчик вышел они вдруг решили что им не нужно проводить ретвит капремонта отказываются и здесь также как бы мы не знаем как дальше сложится ситуация потому что у нас в соответствии с законодательством собственники должны протоколом оформить свое решение а далее орган местного самоправления должен на комиссии по установлению необходимости определить все-таки есть необходимость проведения ремонта или ее нет и вот на период пока это решение оформляется у нас также выполняется приостановка течение срока договора в общем это вполне такие объективные это все объективные это все не от какого-то не от нежелания да это не от нежелания кроме того одна из самых главных причин это у нас подрядчики сегодня отбор их осуществляется в соответствии с 615 постановлением Российской Федерации и способ грубо говоря отбора он один существует это электронный аукцион и если анализировать 2017 год то у нас порядка 30 процентов электронных аукционов не состоялись то есть почему ну не состоялись также по тем или иным причинам то есть либо подрядчики не захотели участвовать либо им не понравился то расположение на квартирного дома то есть отдаленное ну допустим отдаленное район на Кировской области причин здесь много ну и также сложности ну допустим по инженерным сетям по ремонту которые находятся внутри жилых помещений или частных помещений допустим в цокольных этажах то есть на сегодня такая проблема существует с допуском к общему имуществу и видимо подрядчики учитывая эти риски что у них сроки могут затянуться приостановиться они может быть с некоторым нежеланием идут на такие объекты слушайте а вот электронный аукцион прошел а на каком этапе подрядчик должен показать подтвердить что он вообще в силах сделать этот капремонт что у него есть соответствующие люди техника и так далее ну вообще процедура двухступенчатая сначала у нас есть ну мы немножко с вами уже немножко отвлеклись но ничего очень интересно все равно она тема интересная и уж коли мы начали об этом говорить нужно ее раскрыть то есть система она двухступенчатого отбора то есть сначала существует предварительный отбор предварительный отбор проводят органы исполнительной власти ну сегодня это министерство энергетики и ЖКХ Кировской области то есть размещается документация о предварительном отборе и подрядные организации они подают заявки в электронном виде это все осуществляется на электронной площадке РТС тендер и как раз на этой стадии они в своих заявках они предоставляют документы которые подтверждают их опыт их квалификацию и так далее и комиссия по предварительному отбору она либо подключает организацию по результатам заседания инвестор либо отклоняет и ну сегодня у нас если вот в цифрах реестр допустим по подрядчикам он более ста организации юридических лиц да более ста юридических лиц если не изменяет память там всех больше но непосредственно пока по ремонту потом по лифтам порядка 30 организаций по проектным работам 20 и по строительному контролю 15 организаций то есть вот и собственно говоря на этом этапе определяется некий реестр он на официальном сайте и в дальнейшем уже подрядчики которые находятся в этом реестре они участвуют в электронных аукционах и далее победитель определяется только тот кто предложил меньшую цену собственно говоря вот если по простому я все рассказал ну в общем то да в общем и целом понятно а если уж говорим про подрядчикам в этом году насколько добросовестно они трудились и трудятся есть ли какие-то претензии если есть то как вы добиваетесь все таки их устранение и приведение все в нормативное состояние ну во первых для того чтобы фонд осуществлял стройконтроль у нас также отбираются вот этим же методом электронным аукционным контрагент по осуществлению функций строительного контроля ну у нас ряд организаций это и УКС Кировской области УКС КЧУС там Кировская строительная организация есть даже у нас там юнирост это из московского ну из города москвы организация то есть эти организации они занимаются контролем ежедневным и приемкой объемов и качества работ их соответствие ну утвержденные проектно-сметные документации то есть осуществляют функцию технического заказчика ну кроме этого также фонд непосредственно осуществляет как из-за организаций по строительному контролю так и выездами на объекты там промежуточными какими-то контрольными мероприятиями если в ходе вот этих проверок со стороны организации по строительному контролю или фонда возникают какие-то недостатки эти замечания заносятся в журнал производства работ по качеству также выдается предписание подрядчику и потом контролируется устранение этого замечания помимо этого у нас договором с подрядчиками предусмотрено не реже одного раза в две недели они предоставляют письменный отчет фотоотчет то есть все это постоянно под контролем много было нареканий все-таки в этом году есть ли они вообще нет они всегда есть они есть всегда потому что это как бы производственный процесс и там так или иначе какие-то замечания человеческий фактор может быть в том числе еще какие-то причины и человеческие факторы и технические какие-то моменты ну та же не уборка мусора после завершения работ но мы это все это мы все это дело фиксируем и в конечном счете все замечания они в основном устраняются вовремя также с точки зрения контроля тут надо назвать что у нас и сами жители они осуществляют контроль они своевременно тоже нас информируют как и подрядчика так и фонд и нам оказывают большую помощь где-то мы не увидим они увидят любой житель ремонтируемого дома он может воочию убедиться что делается он во первых может принять участие ну полномочный представитель собственников приемки работ а также когда он видит у нас на каждом на квартирном доме во время производства работ размещена табличка информационная где указаны реквизиты организации которые здесь принимают участие это значит фонд подрядчик и стройконтроль то есть все реквизиты телефона указаны и собственник если он что-то увидел или чем-то недоволен он имеет возможность оперативно отреагировать и значит направить в наш адрес или подрядчика свои замечания и вы реагируете на это мы сразу реагируем как бы ну так же там и письменно могут собственники направить мы по каждому случаю реагируем и в принципе устраняем такие моменты недостатки да если они предусмотрены те вопросы проектно-сметной документации потому что бывает иногда собственники они чего-то большего хотят или там то что не связано с данным видом ремонта я напомню что мы подводим итоги работы фонда капитального ремонта Кировской области за 2017 год и общаемся с Михаилом Кузьминым временно исполняющим обязанности генерального директора фонда капитального ремонта мы озвучили количество домов которые участвуют в программе капремонта в этом году давайте сумму еще наполним ну что касается сумм у нас значит на сегодня законтрактовано ну порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей договоров если этот год был 2017 за 2017 год нами оплачено подрядчикам ну примерно половину 500 миллионов рублей просто ну еще не все работы приняты и сданы то есть ну это эта работа она непрерывно идет то есть как бы сейчас у нас самый пик самая сдача оплачивается по факту соответственно оплачивается после приема уже да у нас договором предусмотрен соответственно как бы это не противоречит законодательству аванс ну в основном конечно большинство подрядчиков работают без аванса и работы оплачиваются уже по факту исполнения работы а если вспомнить ту сумму которая собрана вот за 3 года работы капремонта там ну сумма собрана у нас около 3 миллиардов рублей было 3 миллиардов рублей да эти 3 года ну и собственно с оплатой с внесением этой оплаты как ситуация сейчас обстоит ну сегодня если брать в целом за 3 года нарастающим итогом у нас собираемость составляет 83,9 процентов если брать отдельно 2017 год здесь цифра выше там порядка 86 процентов на 3 процента 86 с лишним с чем бы это связано это связано с тем что часть собственников они с самого начала как бы ну приняли позицию ну грубо говоря не платить или не платят то есть и вот эта сумма она переходит с самого начала то есть в целом показатели улучшаются то есть все таки люди видят ну реально те процессы которые происходят то есть сделанный ремонт ну для этого по городу достаточно проехать увидеть сколько крыш отремонтированы там фасады ремонтируются ну особенно это видно в наших ну районах Кировской области где как бы такие дома сразу выделяются из общей массы да из общей массы как бы сразу жители оценят есть у нас и благодарственные письма и умственные благодарности от собственников как работаете с неплательщиками с той оставшейся с неплательщиками но частью которые категорически вот не хотят ну мы занимаемся взысканием задолженности как это требует федеральное законодательство то есть фонд как непосредственно непосредственно сотрудники фонда занимаются так же мы привлекаем контрагентов для этих целей федеральная служба судебных приставов с ней тоже взаимодействует да федеральная служба судебных приставов она конечно здесь тоже участвует мы взаимодействуем то есть после ну того как ну появляется исполнительный реестр там но по решению суда тут уже подключается служба судебных приставов ну и тут наверное немаловажно напомнить распространенная ситуация да люди покупают квартиры в домах в которых должен быть скоро капремонт ну или не очень скоро и вот тут важно заметить что ведь задолженность она переходит на нового собственника да задолженность старого собственника она переходит новому собственнику если она не погашена поэтому здесь хочется обратить внимание всех наших радиоуслушателей кто приобретает недвижимость чтобы они требовали наличие такой справки у продавца о отсутствии задолженности то есть к нам регулярно собственники обращаются как на электронную почту пишут так и непосредственно пишут заявление мы выдаем такие справки вы выдаёте непосредственно вход капитального ремонта выдают данные мы тоже выдаем такие справки такую справку может выдать и Рицкировской области также по системе начисления я думаю многих интересует этот вопрос интересуется с самого начала реализации программы капитального ремонта жители люди понимают они видят что их дом вернее включен в программу в такое-то время например мой дом в который я тоже недавно переехал включен в программу на 2021 год но выглядит как то он уже старенький дом выглядит как то не очень есть ли возможность пораньше провести капремонт да такая возможность есть но сегодня эта возможность она ограничена федеральным законодательством то есть эту возможность можно сделать в первую очередь перейдя на спецсчет ну собственником из общего котла в этом случае раз в год это можно делать да по-моему это можно сделать в любой момент единственное что сегодня эти денежные средства накопленные ну в общем котле они переводятся на специальный счет только через год после того как решение собственников оформлено в виде протокола будет направлено в фонд то есть вот такой срок год но как бы в этом случае собственники могут они самостоятельно кроме того раньше срока можно провести собственником ремонта если они допустим самостоятельно собрали деньги выполнили ремонт эти собранные средства подтверждены там реестром квитанциями учет полный есть учет эти документы направляются нам фонд и мы производим зачет то есть эта сумма распределяется по собственникам которые вносили средства и оформляется как переплата квитанции то есть какой-то период он может там и до года быть собственники не будут взносы платить ну в принципе процедура понятная раз уже заговорили про плату за капитальный ремонт давайте озвучим что с ней произойдет в наступающем 2018 году в наступающем 2018 году эта плата она вырастет и составит 8 рублей 30 копеек на 1 квадратный метр общей площади в месяц и она установлена постановлением правительства Кировской области от 13 октября 2016 года номер 20 дробь 118 с 1 января 2018 года то есть новые платежные документы с расчетом взносов на капитальный ремонт по новому тарифу собственники помещений в многокративных домах получат в феврале 2018 года то есть соответственно рост произойдет на 40 копеек в настоящее время пока 7,90 будет 8,30 40 копеек таково решение региональных властей хотелось бы еще поговорить про ваше взаимодействие с общественниками с общественными организациями я помню в нашей студии часто бывают такие эфиры когда они высказывают претензии на их взгляд обоснованные претензии к фонду капитального ремонта ну например один из нюансов когда что-то в доме делается что в общем-то не входит в капитальные работы насколько я помню установку электросчетчиков общественники предпринимали как вы с ними взаимодействуете как решаете эти вопросы мы сейчас электросчетчики не устанавливаем давно но было такое да такое было как бы но мы сейчас их не устанавливаем это все исключено и ну на сегодня мы с общественниками ведем активную работу ну например с центром общественного контроля в сфере ЖКХ при общественном палате Сергей Николаевич Улитин мы регулярно ежемесячно выезжаем на объекты то есть и осматриваем дома то есть по 2-3-4 объекта в месяц то есть выбирает общественная палата и то есть никогда не отказываемся от сотрудничества кроме этого фондом ну вот последние 3 месяца мы осуществляли выезды в крупное муниципальное образование то есть это город там Нинск город Слободской по городу Кирову и встречались с представителями значит собственников общественных организаций СМИ администрации и рассказывали о новом законодательстве о последних решениях там об исполнении программы выслушивали пожелания общественности ну каким-то образом вот так строим работу и будем ее продолжать давайте еще отдельно немножко поговорим о ремонте лифтового оборудования в рамках капитального ремонта там общероссийский народный фронт тоже высказывал некое опасение я насколько понимаю речь идет о том что очень пожелательно чтобы массово поменять да и заменить старые лифты но к сожалению финансы этого не позволяют я реально понимаю чтобы так вот масштабно чтобы это все провести сегодня у нас как бы мы строим Россия как бы предложен проект как бы ускоренной замены лифтов то есть это не федеральная программа это просто проект ряд регионов они как бы включились но мы в Кировской области тоже здесь не стоим на месте сегодня мы ускоренную замену лифтов делаем но в рамках краткосрочного плана то есть у нас краткосрочный план на три года и мы допустим в восемнадцатом году сейчас в ближайшее время объявим электроны аукционы будем уже выполнять замену лифтов восемнадцатого и девятнадцатого года то есть как бы на год у нас опережение ну вы правильно задали вопрос у нас вот по краткосрочному плану с учетом переходящих там из предыдущего периода запланировано 366 лифтов отремонтировать то есть в семнадцатом году у нас законтрактовано это в областном центре только или опять же по всей области по области у нас лифтами обеспечены дома как это Кирово-Чепецк Вятские поляны и поселок Восточный Ангинского района значит законтрактовано 168 лифтов и по 198 лифтам ну вот я говорю опережение мы уже подготовили проектную документацию обследование провели в ближайшее время в январе-феврале восемнадцатого года мы объявим электронные аукционы и до сентября октября следующего года мы эти все работы проведем вот что касается оставшиеся части тех лифтов которые допустим ну уже допустим до двадцатого года выработают свой ресурс а таких у нас около тысячи ну по ним дальше будем смотреть принимать нормативную базу потому что здесь связано с финансами то есть можно конечно их отремонтировать вперед но тогда нам придется не ремонтировать остальные дома потому что деньги будут отсрачены на лифте здесь это возможно там с учетом привлечения кредитных средств тут надо взвесить все риски как бы подготовить нормативную правовую базу мы этим занимаемся ну и уже ближе к завершению нашей беседы все-таки не могу не поинтересоваться планами подробнее более на 2018 год все-таки стоит такая задача ускорять все эти процессы чтобы меньше было перетеканий на следующий объект да у нас уже сейчас как бы есть определенный прогресс то есть мы можно сказать все старые долги закрыли и кроме этого планируем ускорение процессов то есть что запланировали то сделать ну также мы планируем уменьшить количество домов которые будут в плане но при этом увеличить количество видов на этих домов то есть укрупнить объекты чтобы допустим не один два вида делались а будем стремиться к тому чтобы комплексный ремонт происходил но сегодня совместно с министерством энергетики и ЖКХ мы активно в этом направлении работаем и будем формировать краткосрочный план актуализировать на следующий год стараться с тем чтобы допустим крыши делать одновременно с фасадами и инженерные сети объединять вместе ну это очень логично конечно ну и соответственно вот в этом направлении работаем и будем работать спасибо на этом завершаем нашу беседу итоги работы фонда капитального ремонта Кировской области в уходящем 2017 году я знаю что вы хотите поздравить с наступающим наших слушателей я учитывая такую эксклюзивную возможность которую вы предоставили я хочу от всей души поздравить как радиослушателей так и всех жителей Кировской области с наступающим новым 2017 годом пожелать чтобы в каждой семье все складывалось благополучно хорошо чтобы жизнь приносила радость чтобы мы вместе как бы делали только лучшее для Кировской области и чтобы в каждом доме было тепло светло за что собственно фонд капитального ремонта в том числе я отвечу да вы правильно мне подсказывали да спасибо Михаил Кузьмин временно исполняющий обязанности генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области всего доброго до свидания спасибо вам